Музыка Безусловно, большая категория граждан нашей страны это пенсионеры, 42 миллиона пенсионеров. Часть из них в трудоспособном, что называется, состоянии, еще продолжает трудиться, порядка 14 миллионов человек. Положение каждого из них разное, кто-то нуждается в усиленном внимании со стороны государства, кто-то продолжает активно работать. Но, тем не менее, вопрос обсуждался ключевой по части поддержания уровня пенсии в части осовременивания, то есть индексации по инфляции. Хочу напомнить, что есть требования закона, по которому страховые и трудовые пенсии должны быть индексированы по уровню инфляции за год предыдущий. Вот эта тема самая болезненная, которая была в центре обсуждений между социальным блоком правительства, финансово-экономическим блоком правительства. И, естественно, в это должна была вмешаться уже высшая сила, руководство правительства, ну и, естественно, руководство фракции «Единая Россия». По взаимной договоренности, исходя из состояния дел в экономике, было такое компромиссное решение, рекомендовано проводить в жизнь на голосование в Государственной Думе, проиндексировать пенсии в 1 февраля на уровне 4%, с последующей доиндексации, до уровня инфляции, исходя из возможностей экономики, которая будет оценена по результатам первого полугодия. Я хочу сказать, что такого рода практика доиндексации, она не нова, и в этом году мы такого же рода доиндексации делали, поэтому известие это не очень, что называется, приятное, но это жизненно, к сожалению, необходимое. По-другому вряд ли мы можем поступить. Что касается пенсионного возраста, Дмитрий Анатольевич подтвердил свою личную позицию, подтвердил позицию президента о том, что нет практической необходимости повышения пенсионного возраста в такой ближайшей обозримой перспективе, хотя вопрос с повестки дня снимать нельзя. Что касается категории, особой категории наших граждан, госслужащих и муниципальных служащих, то здесь перспектива повышения пенсионного возраста присутствует, но при этом все будет сделано аккуратно, в соответствии с обычной практикой в пенсионном законодательстве, с переходными периодами, с постепенным поднятием этого возраста, этой планки в первый год, может быть, на три месяца, может быть, на пять месяцев, может, на шесть месяцев, с последующим повышением. То есть это должно иметь плавные переходы, не должно приниматься никаких резких решений, и, естественно, госслужащие, муниципальные служащие являются в определенной степени опорой вертикальной власти, и здесь все решения должны быть взвешены. Ну и надо, наверное, к этому добавить, что, как правило, и госслужащие, и муниципальные служащие, как правило, продолжают в основном на составе, продолжают работать после формального пересечения вот этой вот планки пенсионного возраста. Как правило, они продолжают работать, и это подтверждается статистикой. Что касается индексации пенсии работающим пенсионерам, то, скорее всего, такая индексация не будет производиться. Причина тоже объяснима. У такой категории пенсионеров все-таки существует еще точка опоры в жизни экономической в качестве работы. Но для определенных категорий пенсионеров работающих и низкооплачиваемых существуют и другие формы поддержки социальной. Что касается среднеоплачиваемых или высокооплачиваемых категорий, то, наверное, здесь будет совершенно оправданно. Не индексация пенсий. Что касается так называемых ограничительных мер по пенсии миллионникам, или тех, кто получает заработок в течение года миллион, то решили отказаться от этой практики. Она трудно администрируемая. И, в общем, такое-такое решение в повестке дня не стоит. Продолжение следует...